Благослови, Душа моя Господа, Благослови, Иси Господи, Благослови, Душа моя Господа, И вся внутренняя мое имя Святой Его. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы поговорим о семье и взаимоотношениях супругов. Мы видим, что последнее десятилетие особенно усилилось наступление на институт брака. В первую очередь касается это стран Запада. Буквально недавно в Ирландии был проведен референдум о признании однополых браков. Если до сих пор это признание решалось чаще всего парламентом западных стран, то впервые был проведен им общенародный референдум. И мне думалось, что уж народ-то простой, правильно проголосует. Потому что складывалось впечатление, что это только представители политических элит могут навязывать такое неправильное мнение народа. А вот народ-то знает, что выбрать. И к удивлению великому, больше 60% населения Ирландии проголосовало за однополые браки. То есть, наверное, как бы в советское время сказали, народ оболванен, ошельмован. Люди уже много лет находятся под пропагандой нездоровых семейных отношений. И дело в том, что Запад усиленно последние годы пытается навязать и нам это мировоззрение. Если напрямую это не получается, то посредственно это происходит через фильмы, определенную музыку, литературу, спектакли. Наша либеральная общественность пытается идти в ногу с этим веянием времени. И порой так случается, что представители культуры, искусства, которые являются консервативно настроенными, национально ориентированными, они порой являются даже нерукопожатными со стороны этой либеральной общественности. Почему такое наступление происходит на семью, на здоровые отношения мужчины и женщины, которые благословлены Богом? Мы сразу давайте вспомним начало книги Бытия, что был создан человек, и из его бока, или как ребра написано, была создана его жена. Немного жён, одна жена. И вот этот моногамный первый брак, он является основанием и для моногамного брака и в наше время, потому что он установлен самим Богом. Почему мы оговариваемся? Потому что сейчас слышатся призывы узаконит многожёнство, в том числе и в Российской Федерации. И вот эта здоровая семья, где есть один муж, одна жена, есть дети, является костью в горле тех, кто пытается разрушить здоровые семейные отношения. Почему? Да потому что здоровая семья, нормальная семья, в первую очередь, конечно же, христианская семья, она является моделью мира. Чаще есть такой термин, употребляется в отношении человека, микрокосм, в противопоставлении макрокосму, как всей Вселенной. Так можно и про семью сказать, что это микрокосм, что это модель Вселенной, где есть строгая иерархия, где есть ответственность, послушание, где всё управляется по, в первую очередь, духовным законам. И, конечно же, разрушив этот мир, можно впоследствии разрушить и Вселенную, мир большой, что мы и видим, где под видом защиты прав человека попираются эти права, и это называется демократией. Но мы не будем говорить о политике, мы будем говорить о семье. Может быть, то, что мы будем сейчас говорить, оно порой кому-то может не понравиться, потому что мнение церкви, оно иногда идёт как бы в разрез с мнением общественности, с мнением большинства. Но это не значит, что церковь должна порушить свои традиции в угоду кому-то. Может быть, кто-то должен возрасти, возвыситься до норм, о которых учит церковь. Апостол говорит, что муж есть глава жены. И, конечно же, порой многие женщины, конечно же, начнут с этим спорить и проводить в пример негодных мужей, которые не являются нормальной главой, а что женщина должна взять бразды управления семьёй в свои руки. К сожалению, так случается. И, к сожалению, случается, что и иного выхода нет, потому что наши мужчины порой и пьют, и не хотят работать. Но не бывает ли так, что женщина сама воспитала так своего мужчину, что он стал таковым? Что ему не давали пространства для применения своих талантов, способностей? Что женщина эта воспитывалась так же девочкой в своей семье, где мама командовала своим супругом? Я помню в своём детстве, ещё в советское время, все родители моих одноклассников, отцы отдавали деньги своим супругам заработанные, и потом супруга выдавала какие-то там 50 копеек или сколько-то на обед каждый день. Мне тогда казалось, что эта ситуация уже в детстве не очень нормальная. И вот когда порой мужчину лишают инициативы, то он опускает руки. Но мы не будем защищать мужчин, потому что женщины в своём абсолютном большинстве являются терпеливыми, трудолюбивыми, ответственными, и нам, мужчинам, стоит поучиться у них. Мы хотим сказать о том, что в семье должна присутствовать иерархия. Мы говорим об идеальной семье, к которой мы должны стремиться. Что как Христос есть глава церкви, говорит апостол, то муж есть глава жены. И мы слышим в апостоле на венчание, что жена да боится своего мужа. Многих эти слова сейчас коробят. Но как толкуют это место святые отцы, речь идёт не о страхе, а о уважении, о той любви, которая сопряжена с уважением, с почитанием. И дальше апостол ещё говорит Павел о том, что муж должен так любить свою жену, как своё тело. Что человек лелеет, питает своё тело и приводит пример, как брака мужа и жены союза, как Христа и церкви. И как церковь имеет свою главой Христа, так жена и имеет главой мужа. Но как Христос отвечает, какой любовью Он отвечает церкви, Он отдаёт свою жизнь, проливает свою кровь за церковь, то есть за нас. И если является Христос примером таким для мужчин, то и мужчины так должны любить своих жен, вплоть до того, чтобы отдать свою жизнь. Не только пожертвовать своим временем, чем-то иным, но даже порой и жизнью. И, конечно же, если женщина будет видеть такой пример со стороны своего супруга, такое внимание, такую любовь, то думается, что практически каждая женщина ответит уважением и почитанием такому супругу. Ну, конечно, если она не является нравственным уродом. Об этом говорит Иоанн Златоуст, что если мы проявляем любовь к ближнему, даже несмотря на его неприязнь к нам, то если сердце этого человека не смягчится, то он является нравственно уродливым, нравственно нездоровым, больным. К счастью, у нас большинство, более или менее людей, могут ответить на любовь любовью, могут ответить на жертву пониманием и теплотой своей сердечной в ответ. В первую очередь, супруга в семье объединяет третий – Христос. Потому что плотская любовь, когда нас привлекают какие-то физические данные или улыбка и так далее, порой быстро проходит. Если человек не приобретает чего-то иного, каких-то новых чувств и отношений с супругом своим, то брак бывает разбит. Очень важно приобрести любовь духовную, жертвенную. Мало кто из нехристиан понимает это, что любовь – это не эмоции в первую очередь, а любовь – это жертва. То есть, когда мы желаем себя отдать, свое время, свои способности, свои таланты ближнему, то есть своей супруге или супругу. Возложить на алтарь брака свой эгоизм. Как хорош пример, который приводит царец Паисий. Про одного мужчину, который был просветлен. И он спросил, это врач, грек, что с тобой, расскажи о своей жизни. И он говорит, я однажды молился, и вдруг на меня сошел свет, и я ощутил мир в своем сердце. Старец Паисий это говорит своим слушателям. Это был фаворский свет, к которому стремятся подвижники через многолетнюю практику духовную. Этот мужчина, врач, у него было трое детей, рассказывает, особо не молился, не постился. У него была жена. Жена сперва начала по гостям ходить, потом ездить в отпуск одна, потом попросила ему снять квартиру ей одну. Она водила туда любовников, он ее терпел, уговаривал, у него было трое детей, он их один воспитывал. Потом вообще пропала. И он молился, чтобы Господь вразумил, где ее найти. И спустя продолжительное время он ее нашел и узнал, что она в публичном доме. И этот человек встал на молитву и говорил, Господи, я все сделаю, чтобы она вернулась на путь истинный, чтобы она стала нормальным человеком. И в это время молитвы Господу на него сошел этот небесный нетварный фаворский свет, к которому стремятся в первую очередь афонские подвижники. Мы видим, каких высот может достигать самопожертвование в любви. Именно это духовная любовь. Не все на это способны. Но мы должны видеть этот идеал. И вот действительно, вот она, настоящая любовь. И хотелось бы, братья и сестры, чтобы мы, видев этот идеал, не только стремились, не только удивлялись этому идеалу и говорили, что, ах, как бывают люди хорошо живут, какие они трудолюбивые, какие они добрые, какие они смиренные. Но и сами прикоснулись к опыту, постижению этого идеала. И мы увидим, что через не очень продолжительное время наша семейная жизнь будет более мирной, радостной и спокойной. Но человеческих сил бывает недостаточно, чтобы следовать идеалу. Сам Христос сказал, без меня не можете ничего. Вот мы должны, поняв это, что наши силы достаточно ограничены, призвать на помощь Господа, Его благодать, Его милость. Попросить, чтобы Господь помог нам, вразумил нас, как нам правильно вести себя со своей второй половиной, чтобы Господь наставил на путь истинный. И важным залогом здоровых семейных отношений есть то, когда оба супруга стремятся ко Христу, стараются вместе молиться, стараются иметь одну цель – Царство Божие, совершенство духовное. И дай Бог, братья и сестры, чтобы Господь ответил на нашу просьбу, на наш зов своей благодатной помощью. Субтитры создавал DimaTorzok